Родитель не хочет отдавать ребенка в детский сад. Он ему дает планшет. Сидит, дорогой, не плачет. Он сидит, не плачет. Дальше уходит в люди. Идет в школу и он не знает, как взаимодействовать с социумом. Это только лишь один из примеров того, какие глобальные проблемы собрались за 10 дней решить участники кейс-чемпионата. Все эти 300 креативных молодых людей – выпускники региональных летних школ кампуса со всей России, Молдовы, Белоруссии и Казахстана. Перед тем, как попасть на международное соревнование, ребята прошли серьезный отбор. Каждый из них доказал свою уникальность, нестандартность мышления, умение быстро решать даже самые сложные задачи. Ребята сегодня получили кейсы, над которыми будут работать. Это реальные проблемные ситуации города Севастополя. И они попробуют предложить свежие решения, которые они понимают, которые им покажутся интересными и востребованными. Они встретились сегодня с заказчиками, с представителями разных организаций, департаментов города Севастополя. Послушали, а что так, позадавали им вопросы, изучили ситуацию и сейчас будут искать решения. Первый международный кейс-чемпионат кампуса молодежных инноваций продлится чуть больше недели. Каждому участнику дается определенная проблема, реально существующая. Конкурсант должен ее изучить на местности и предложить нестандартное решение. Каждый по своему кластеру попадут в полевые условия, то есть это здравоохранение, образование, там где они смогут пообщаться с стейкхолдерами, то есть потенциальными заказчиками их продуктов и пользователями. Следующие три дня они дорабатывают свой проект. В итоге 9 октября на центральной площади Севастополя команды представят свои решения перед большой аудиторией на фестивале Технофест. А какие награды ждут победители, организаторы пока оставили в секрете. Павел Мерсниченко, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение.